Добрый день, глубоко уважаемые Елена Викторовна и Борис Сергеевич, глубоко уважаемые коллеги. Я хотела бы вначале поблагодарить Оргкомитет за приглашение на конференцию, на которой обсуждаются действительно очень важные моменты, очень важные вопросы по сопроводительной терапии в амбулаторной онкологии. В настоящее время химиотерапевты-онкологи имеют целый арсенал химиотерапевтических противоопухолевых препаратов, которые влияют на разные системы органов и в том числе на эндокринную систему. На этом слайде я представила основные группы препаратов, которые оказывают влияние и на эндокринную систему и приводят к развитию нежелательных явлений со стороны эндокринной системы. Это иммунотерапия, очень широко используемая в настоящее время при разных патологиях препараты, которые приводят к развитию поражения щитовидной железы, о чём я буду более подробно говорить позже. Это тиреидит, который привляется гипотириозом, гипертириозом. Это поражение гипофиза над потечником. Также редкие, но всё-таки есть случаи аутоиммунного сахарного диабета, диабета первого типа. Также это группа препаратов, это таргетная терапия, которая также активно используется при разных нозологических патологиях. Таргетная терапия чаще всего приводит к развитию гипергликемии, а также ингибиторы теразинкиназа могут приводить к развитию нарушения функции щитовидной железы. Отдельная группа препаратов, это химиотерапевтические препараты, которые могут приводить к развитию поражения эндокринных желез, надпочечниковой недостаточности, гипергликемии. Также сопроводительная терапия, химиотерапия, такая как стероидная терапия, может приводить к развитию гипергликемии. И отдельный вопрос, это гонадотоксичные химиотерапевтические препараты, которые могут приводить к поражению гонад у мужчин и у женщин и приводить к гипогонадизму и бесплодию. Я не буду подробно останавливаться на этой теме, так как это отдельная, очень большая и очень сложная тема. Ею занимаются репродуктологи и всего лишь хотелось бы сказать, что пациентам, особенно в репродуктивном возрасте, особенно пациентам, которые не выполнили свой репродуктивный потенциал, рекомендуется перед назначением гонадотоксичных химиотерапевтических препаратов консультация репродуктолога. Итак, таргетная терапия и иммунотерапия являются наиболее молодыми и высокоэффективными методами противопухолитерапии. Они могут влиять на разные уровни эндокринной системы. Позвольте немного напомнить, что эндокринная система является строгой иерархичной системой, где прямая положительная и обратная отрицательная связь четко выражены. И при этом, в зависимости от того, на какой уровень эндокринной системы мы повлияем, такая будет и степень выраженности эндокринного нежелательного явления. И при этом, чем выше уровень повреждения, тем более тяжелая степень повреждения эндокринной системы. Например, при повреждении гипоталамуса и гипофиза, это наши центральные эндокринные железы, эндокринные нарушения будут более ярко выраженные, чем нежели если будет повреждение отдельно взятой эндокринной железы. Иммунотерапии, таргетной терапии или химиотерапевтическим препаратам. Итак, более подробно остановимся на иммунотерапии, на ингибиторах контрольных точек иммунного ответа. Это очень известная группа препаратов, куда относятся ингибиторы CTLA-4, ингибиторы PD-1, PD-L1. Эти препараты активно используются в настоящее время. Однако же на фоне иммуно-посредованных, то есть аутоиммунных реакций, как мы видим, эндокринопатии являются не последними, а занимают почетное третье место. Какие могут развиваться осложнения? Чаще всего это гипофизит или тиреоидит, реже надпочечниковая недостаточность. И остальные эндокринные патологии, такие как сахарный диабет, гипопаратириоз, несахарный диабет, это более редкие единичные случаи. Когда доктору-онкологу следует ожидать возникновения иммуно-посредовательных, нежелательных явлений, а именно эндокринопатии, это примерно шестая неделя от начала терапии. С медианой времени дебюта от седьмой до двадцатой недели. Какие могут быть особенности эндокринопатии на фоне иммуно-терапии? Ну, первое, это то, что эндокринопатия развивается достаточно часто у таких пациентов, до 30% случаев. Поражение эндокринных органов часто является необратимым. Но одновременно с этим заместительная гормонотерапия быстро улучшает состояние пациента. И это, наверное, отличительный момент поражения эндокринной системы на иммуно-терапии от других нежелательных явлений. Заместительная гормонотерапия будет быстро приводить к купированию данного нежелательного явления, улучшать состояние пациента и позволять продолжать проводить иммуно-терапию, что весьма важно для наших онкологических пациентов. Достаточно часто, в большинстве случаев, не требуется иммуносупрессивная терапия. И частота, а также конкретная нозологическая форма эндокринопатии и тяжесть данного проявления будет зависеть от препарата или комбинации препаратов, а также от уровня повреждения эндокринной системы. То, о чём я уже сказала. Итак, наиболее часто развивающиеся иммуно-посредовательные нежелательные явления это иммуно-посредовательный, или по-другому можно сказать, аутоиммуно-тереидит. Он напрямую связан с механизмом действия препаратов, наиболее часто развивается на терапии ингибиторами ПД-1 и ПД-Л1. Особенно при комбинации пилибумаба с неволумабом. До 22% случаев. Хотелось бы акцентировать внимание, что часто протекает с последовательным чередованием двух фаз. Первая фаза – это ацетолитический или деструктивный теретоксикоз. Почему он возникает? На фоне аутоиммунного повреждения щитовидной железы развивается воспаление щитовидной железы, и оно может быть настолько выраженным, что развивается и деструкция тканей самой щитовидной железы. При этом происходит выход гормонов щитовидной железы, которые были до этого синтезированы и накоплены в щитовидной железе. Выброс гормонов щитовидной железы в кровоток, и развивается теретоксикоз деструкции, или по-другому цитолитический теретоксикоз. Он бывает достаточно выражен, ярким, проявляется выраженной тахикардии и всеми остальными симптомами теретоксикоза. Как правило, теретоксикоз купируется с помощью симптоматической терапии, то есть нивелируется тахикардия с помощью бета-ареноблокаторов. Также при теретоксикозе средней тяжелой степени выраженности можем рекомендовать тереостатики, а также, если выражены симптомы теретоксикоза, можно присоединить и стероиды. Это паридизолон от 1 до 2 мкг на килограмм массы в сутки. Далее деструктивная теретоксикоза достаточно быстро, резко сменяется на обратное состояние – гипотиреоз. То есть когда щитовидная железа разрушилась, насинтезированные в ней гормоны вышли в кровоток, и в дальнейшем она уже не может синтезировать адекватные дозы гормонов щитовидной железы, и развивается гипотиреоз. Как правило, гипотиреоз из транзиторной фазы переходит в постоянную. То есть мы таких пациентов предупреждаем, что, скорее всего, как правило, в вашей ситуации гипотиреоз будет постоянным, длительным, и принимать заместительную гормонотерапию гормонами щитовидной железы и левотероксинатрия придется длительное время, скорее всего, всегда. На втором месте по иммунопосредовательным нежелательным явлениям – это иммунопосредовательный гипофизит, то есть воспаление, поражение самого гипофиза – это центральная эндокринная железа. Из-за неспецифического характера симптомов гипофизит часто бывает недиагностируемым. Что характерно для гипофизита – это выпадение одной или сразу нескольких тропных функций гипофиза. И развивается центральный или по-другому вторичный гипокортицизм, то есть недостаточность надпочечников, которые проявляются снижением мудрой кортизола крови, снижением артериального давления, выраженной общей слабостью. Из-за того, что у пациента и так может быть выражена общая слабость и склонность к гипотензии на фоне иммунотерапии, часто данная патология бывает недиагностированная. Вторичный гипокортицизм потребует заместительной гормонотерапии, это лечение препаратами гидрокортизона ежедневно. Также может развиться вторичный гипотириоз, то есть снижение функции щитовидной железы вторичное из-за снижения выработки ТТГ. Здесь также симптомы неспецифичны. У пациента развивается выраженная общая слабость, склонность к запорам, эмоциональная лоббильность. И лабораторно по снижению ТТГ и Т4 свободного мы можем диагностировать данное состояние и назначить заместительную гормонотерапию, леотироксин натрия. Реже, но также развивается вторичный гипогонадизм, то есть снижение выработки ЛГ, ФСГ у мужчин и у женщин, снижение выработки женских и мужских половых гормонов. Это может потребовать заместительную терапию препаратами половых гормонов. Остальные симптомы и остальные проявления иммунопосреднего гипофизита, такие как гиперплатинемия или центральный сахарный диабет, встречаются гораздо реже. Это единичные случаи. Адреналит или аутоиммунодреналит, то есть воспаление надпочечников на фоне иммунотерапии, также может встречаться, но, однако, это, опять-таки, редкая патология, которая возникает на терапии PD-1, анти-PD-1, анти-PD-L1 и требует заместительной гормонотерапии гидрокортизоном. Сахарный диабет, который развивается на фоне иммунотерапии, это достаточно редкая патология, развивается и протекает по типу диабета 1 типа, как аутоиммунное повреждение страхового аппарата поджелудочной железы и потребует назначения инсульной терапии. Из того, что было сказано, если иммунотерапия приводит достаточно часто к эндокринной патологии, к эндокринным осложнениям, что нужно рекомендовать и что нужно делать доктору-онкологу у себя на приемах, когда они ведут пациентов на иммунотерапии? Согласно практическим рекомендациям по управлению иммуно-последовательными нежелательными явлениями, мы должны рекомендовать исходно, а также до начала терапии ингибиторами контрольных точек иммунного ответа, также на фоне лечения, еще до начала цикла каждого цикла терапии, рекомендовать контроль ТТГ, если ТТГ будет изменен, то контролировать и Т4, а также глюкозу. И дополнительно при наличии показаний при подозрении у пациента развития надпочечниковой недостаточности на фоне иммунотерапии рекомендуем определить утренний уровень кортизола крови, а также ионограмма. Но это, как я понимаю, делается всем пациентам для контроля в рамках биохимического анализа крови. Итак, переходим теперь к таргетной терапии и к осложнениям таргетной терапии. В настоящее время широко используется препарат Алпелисип, это таргетный препарат, эффективный, который является ингибитором фосфатидил, назидол, трикеназы. Назначается он пациенткам с метастатическим раком молочной железы, гормонозависимым, хер-негативным, у кого выявлена мутация генопикторисеи. И, как оказалось, наиболее частым вообще нежелательным явлением, из всех нежелательных явлений, которые вызывают данный препарат, является гипергликемия. Она развивается в 64% случаев у данных пациентов. Дальше уже идёт цепь и диарея. Гипергликемия напрямую связана с механизмом действия Алпелисипа, так как нарушается инсулиновый сигнал, то есть передача сигнала от рецептора инсулина внутрь клетки. И развивается нечувствительность пациента к своему внутреннему эндогенному инсулину, развивается гипергликемия и так называемый индуцированный сахарный диабет или индуцированная гипергликемия, что может потребовать снижения дозы Алпелисипа или вообще полное прекращение терапии. Поэтому необходимо вовремя профилактировать гипергликемию, выявлять группы рисков пациенток по развитию гипергликемии на Алпелисипе и иногда назначать сопроводительную сахароснижающую терапию данным препаратом. Почему у одних пациенток на Алпелисипе развивается гипергликемия, у других нет? Был проведен анализ факторов риска по развитию гипергликемии и было выявлено, что у пациенток, у которых есть исходный нарушенный изменённый метаболический статус, вот такие пациентки находятся в группе риска по повышению сахара крови на препарате, на Алпелисип. И рекомендовано врачу-онкологу ещё до назначения Алпелисипа. То есть я хочу подчеркнуть, что доктор-онколог должен превентивно привести стратификацию риска ещё до начала терапии Алпелисипа и определить уровень глюкозы плазмы крови, определить гликирный гемоглобин, определить у пациента индекс массы тела, возраст пациента, семейный анамнез по наличию диабета у кровных родственников, гитационного диабета, а также рождение ребёнка с массой тела более 4 кг. Всё это является факторами риска развития гипергликемии на Алпелисипе. И даже был создан специальный консенсус российской ассоциации эндокринологов совместно с Российским обществом клинической онкологии по профилактике у пациентов на Алпелисипе, по профилактике гипергликемии, а также по лечению этой гипергликемии на Алпелисипе. Что мы можем рекомендовать? Ещё до начала терапии Алпелисипа всем пациентам рекомендуем соблюдение диеты номер 9, это диета с ограничением углеводов. Также при необходимости лекарственная терапия, сейчас подробно об этом расскажу, превентивная терапия метформина, но и при необходимости, когда уже все комбинации сахароснижающих препаратов исчерпаны, мы можем рекомендовать редукцию дозы препарата Алпелисип. Итак, статификация риска до начала Алпелисипа выполняет лечащий врач-онколог. На основании факторов риска все пациенты делятся на три большие группы. Первая группа – группа низкого риска по развитию гипергликемии. Это пациенты, у кого нет факторов риска, то есть нормальная масса тела, нормальный уровень сахара в крови в семье, никто не болел диабетом. И таким пациентам мы можем рекомендовать сразу же начать Алпелисип в максимальной дозе 350 мг в сутки. Далее, пациенты из группы умеренного риска. Сюда мы отнесём пациентов, у кого есть один или несколько факторов риска по развитию гипергликемии на Алпелисипе. Это пациенты, например, у кого есть в анамнезе больные с сахарным диабетом в семье, а также пациенты, у кого избыточная масса тела, но ещё не ожирение. Таким пациентам нужно будет обязательно, превентивно, ещё до назначения Алпелисипа, рекомендовать метформин в дозе от 500 до 1000 мг в сутки, вечером и только после этого добавлять Алпелисип в максимальной дозе. И третья группа рисков – это группа пациентов с высоким риском гипергликемии на Алпелисипе. Сюда относятся пациенты с ожирением, а также с уже имеющимся нарушением углеводного обмена. Например, с нарушенной толеранностью к глюкозе или у кого гликиногемоглобин на верхней границе нормы. Таким пациентам обязательно, превентивно, сначала мы назначаем метформин в максимальной дозе 2000 мг в сутки, и только после этого добавляем препарат Алпелисип. Отдельная категория пациентов, здесь выделена красным цветом, это пациенты с уже изначально имеющимся сахарным диабетом в анамнезе. Такого пациента, конечно же, изначально нужно направить к эндокринологу, чтобы был оценен уровень компенсации сахарного диабета, определён гликиногемоглобин, при необходимости проведена коррекция сахароснижающей терапии, и только после этого назначать препарат Алпелисип. И вот обобщающая таблица по профилактике гипергликемии. Мы видим, что пациентам из группы низкого риска метформин назначать не требуется, пациентам из группы умеренного риска назначаем метформин и мониторинг глюкозы крови на фоне Алпелисипа. И пациентам из группы высокого риска обязательно мониторинг, причём ежедневный контроль сахарокрови по глюкометру, и объяснять им, что если даже на фоне терапии метформином в максимальной доте 2000 мг в сутки будет повышение глюкозоплазма натощак более 7,5 ммл. Или определяемая глюкоза больше 10 ммл в любое время, это уже показание обратиться не только к онкологу, но и записаться к эндокринологу для своевременной коррекции сахароснижающей терапии. А если же у пациента будет определяться кетоны в моче, то это будет являться показанием и для госпитализации, для купирования данного состояния, кетонурии или кетонемии, и коррекции сахароснижающей терапии. Иногда может потребоваться и коррекция дозы препарата алпелисип, особенно когда развивается гипергликемия третьей или четвертой степени. В этой ситуации навременно отменяется препарат алпелисип, усиливается сахароснижающая терапия, временно может быть назначена инсулинотерапия. И только после того, как мы снизили гликемию хотя бы до уровня 8,5 ммл натощак, после этого пациенту возвращается алпелисип, но в редуцированной дозе 250 или 200 мг в сутки. Понятно, что врачу-онкологу очень сложно оценить все риски, когда особенно на приеме у него мало времени на пациента, а пациент коморбидный. И вот в помощь врачам-онкологам есть калькулятор риска гипергликемии, расчет гипергликемии на алпелисипе на сайте Ассоциации онкологов России. Это интерактивный калькулятор, где доктор может внести основные показатели. Глюкоза, плазма натощак, индекс массы тела, гликирный гемоглобин. И уже рассчитать, калькулятор выдаст результат, как вот здесь на примере, к какой группе риска относится пациент, и что нужно сделать еще до старта терапии апелисипа. Наносить метформин, 2000 мг в сутки. Как контролировать, как часто измерять уровень сахара крови. И когда будет необходимо данному пациенту консультация эндокринолога. В помощь врачу-эндокринологу, а также врачам-эндокринологам-онкологам из регионов есть консультация эндокринолога по телемедицине, которой легко можно пользоваться. И последнее, что я хотела бы сказать, это осложнение эндокринных осложнений на фоне химиотерапии. Это не только привычная нам гипергликемия на фоне сопроводительной терапии преднизолоном или дексаметазоном. Это не только синдром отмены, когда при резком снижении или резком отмене дозы дексаметазон или преднизолоном может развиться надпочечниковая недостаточность. Но может быть прямое влияние препаратов, особенно цитостатиков, на надпочечники. И может развиться первичная надпочечниковая недостаточность. И я хотела бы вкратце рассказать, что в стенах нашего учреждения был такой клинический случай, когда у пациента развилась первичная надпочечниковая недостаточность на фоне химиотерапии. У пациента с герминогенной опухолью. При этом он, как видите, был изначально очень коморбидный, несмотря на свой достаточно к тому времени молодой возраст. Пациент получил в 2012 году химиотерапевтическое лечение. В 2021 году произошло прогрессирование, множественное метастатическое поражение. Он был госпитализирован в наше учреждение. И была проведена химиотерапия. По схеме ТИП с дексаметазона на фоне данной терапии было выявлено снижение уровня натрия, выражено электролитное нарушение, проведена консультация эндокринолога. На тот момент данных за надпочечникой недостаточность получено не было. На фоне лечения было прогрессирование гипонатриемии, достигло третьей степени. И пациенту было рекомендовано для купирования такой тяжелой гипонатриемии инфузия хлоридом натрия. Трех процентов хлоридом натрия. В дальнейшем пациенту был проведен второй цикл химиотерапии, которая пошла без электролитных нарушений. И вот в июле 2021 года пациент был госпитализирован для планового проведения третьего цикла химиотерапии. И мы видим, что пациент уже при поступлении, уже на моменте первичной осмотра врачом-онкологом было выявлено, что у пациента выражена слабость, выражено снижение давления. И дома амбулаторно он сообщил, что у него было регулярно низкое давление. Произошло потемнение кожного покрова, хотя он не загорал и не уезжал никуда в жаркие страны. Лабораторно было выявлено гиперкалиемии, то есть повышение калия ближе к верхней границе нормы, снижение уровня натрия. Пациент был консультирован эндокринологом, был определён уровень кортизола. Кортизол был снижен, и уже тогда был поставлен диагноз первичная недостаточность коры надпочечников на фоне цитостатической терапии. Был назначен сначала партизол внутривенно-струйно, потом подобрана терапия уже перорально-гидрокортизона. И состояние пациента значительно улучшилось. И таким образом пациент получал не только химиотерапевтическое лечение, но и терапию для коррекции недостаточности коры надпочечников. Про стероидный диабет не буду останавливаться. Хотелось бы только сказать, что достаточно часто на фоне стероидной терапии будет требоваться консультация эндокринолога для своевременного подключения инсулинотерапии и коррекции гипергликемии. И в заключении, если обобщить все еще сказанное, хотелось бы отметить, что современная противопухолитерапия достаточно часто оказывает повреждающие воздействия на разные уровни эндокринной системы. И характер осложнения будет зависеть от механизма действия препарата или от комбинации препаратов и от уровня повреждения эндокринной системы. При этом важное значение будет иметь исследование гормонально-метаболического статуса пациента до начала лечения, а также мониторинг в процессе лечения. Заместительная гормонотерапия будет улучшать состояние пациента и достаточно быстро. И в связи с этим будет рекомендован коллегиальный подход в лечении онкопатологии. Введение пациента не только онкологам, но и эндокринологам, как мы выявили и кардиологам, и гастроэнтерологам, для ранней диагностики нежелательных явлений и ранней коррекции. И это бы позволило проводить онкологическое лечение эффективно и безопасно, при этом сохраняя приемлемое качество жизни пациента. Я благодарю за внимание.